В одном зале представители органов власти из более чем 40 субъектов страны, крупнейшие агрегаторы, участники рынка перевозок, ну и сами водители такси, которые, кстати, представляют самое многочисленное профессиональное сообщество в стране. Порядка 200 человек стали участниками Всероссийской практической конференции «Такси-2018». Большой форум в таком составе проводят впервые. Главным поводом организовать такую профессиональную площадку стало поручение президента страны правительству подготовить предложение по регулированию деятельности такси. За два дня участникам форума предстоит найти ответы на целый ряд вопросов. Один из важнейших – правовой статус агрегаторов, то есть компаний, оказывающих в том числе через интернет информационные услуги по вызову такси. На конференции отметили – суды просто завалены обращениями от перевозчиков и клиентов на такие фирмы. С тем, как появилась цифровая экономика в сфере такси, я имею в виду агрегаторы, диспетчерские службы, и выросло количество нелегалов. Огромное количество действующих такси, легальных таксистов, таксопарков, индивидуальных предпринимателей были вынуждены в условиях жесткой конкуренции, в условиях демпинга цен со стороны агрегаторов свернуть фактически свою деятельность. Более 60% действующих таксистов были вынуждены прекратить свою деятельность. Еще одним поводом для форума стал предстоящий чемпионат мира по футболу. Он пройдет в 11 городах, и в каждом регионе разные способы регулирования рынка перевозок. Такси, безусловно, станет одним из популярных среди гостей Мундиаля способом передвижения. И, как показывает практика, наибольшие имиджевые потери, принимающие крупные мероприятия города и страны, даже при высочайшем уровне организации транспортных перевозок в целом, несут именно из-за некачественной работы такси. Рынок очень разосторонний. Есть и агрегаторы, и сервисы, и водители такси, и перевозчики. И задача все-таки выработать некую концепцию по развитию. Потому что тот пик противостояния, который был между перевозчиками и новыми технологиями, он завершается, и мы хотим именно найти компромисс. А вторая задача, наиболее важная, это дать готовый алгоритм работы в такси регионам. Что касается Сочи, у города с Олимпиады накоплен достаточный опыт в организации работы городской системы такси. Она практически отлажена, отметил руководитель профильного департамента курорта. И Сочи готов делиться этим опытом. Во-первых, у нас уже есть опыт проведения Кубка Конфедерации, который у нас был в этом году. И у нас был ограничен въезд неаккредитованным такси в периметр Олимпийского парка. Это нам позволило обеспечить новые автомобили сроком, возрастом не более трех лет, классом не ниже, чем Евро-4. Также у нас все такси, которые были аккредитованы на Кубок Конфедерации, они у нас прошли, водители прошли проверку через МВД. Поэтому здесь и условия безопасности тоже, конечно, были соблюдены. По итогам конференции будет сформирован согласованный проект дорожной карты. Это своего рода техническое задание для правительства страны и федеральных органов власти.